МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. В студии Александр Базаров и сегодня в выпуске. Заслужили. В Чебоксарах наградили тех, кто участвовал в организации форума «Россия – спортивная держава». Глобальное потепление. Как в Чувашии собираются улучшать инвестиционный климат? Наркотикам нет. С начала года сотрудники полиции изъяли более 10 килограмм опасных психотропных средств. Международный форум «Россия – спортивная держава» собрал около 3000 человек из 20 стран мира. Главным гостем форума стал президент Российской Федерации, который выразил благодарность властям Чувашской Республики. Те, в свою очередь, наградили организатора форума почетными грамотами и призами. Чиновники, строители, певцы, представители правоохранительных органов, волонтеры и журналисты получили почетные грамоты из рук главы Чувашской Республики. Владимир Путин, по словам Михаила Игнатьева, оценил проведение форума на твердую пятерку и остался под приятным впечатлением от дружелюбных жителей Республики. «Те, что мы спланировали, мы обязательства выполнили. Хотели сделать доброе дело, мы вместе с вами сделали это доброе дело». «Конечно, гости отзывались очень положительно, ибо город Чувашской Республики привык встречать гостей на достойном уровне. Я хочу поблагодарить от всей души всех вас, уважаемые коллеги, друзья, то, что было спланировано, мы практически сработали на пять». На пять сработали прежде всего те, кто вносит свой вклад в развитие города ежедневно, а не только в дни форума. Орденом за заслуги перед Чувашской Республикой награждена заместитель главы администрации города Чебоксары Алла Салаева. Почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» присвоено главе администрации города Чебоксары Алексею Ладокову. «Благодаря нашему взаимодействию, благодаря нашей эффективной работе мы получаем такие мероприятия. Наша основная задача – вовлечь жителей города, республики в эти мероприятия. Это наша большая работа, это наша большая послуга. Спасибо вам всем. Наши еще и великие дела». Благодарность главы Чувашской Республики также была объявлена начальнику управления государственной инспекции Владимиру Романову. Соблюдение порядка и мирная обстановка на протяжении всех дней форума. Заслуга его команды. Подводя итоги, Михаил Игнатьев подчеркнул, что все обязательства республики и города Чебоксара по строительству и вводу в эксплуатацию строительных объектов будут выполнены в срок. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика. Пока за окнами холодает, в Чувашии думают, как бы потеплее и комфортнее сделать инвестиционный климат региона. Состоялось очередное заседание Совета при главе республики. В каких регионах в бизнес рублем вкладываться стоит, а от каких лучше держать свой капитал подальше? Ответ предпринимателям на этот вопрос должен дать национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах страны. Он же должен показать федеральным властям эффективность различных инструментов госполитики, выявить лидеров и аутсайдеров, чтобы затем принимать меры. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата будет опираться преимущественно на мнение предпринимателей и оценки экспертов, а не только на статистику и сухие отчеты должностных лиц или министерств. На сегодняшний день по большинству показателей в республике достигнуты положительные результаты, о чем я уже сказал. Вообще Чувашия является регионом с развитой экономикой, стабильной социально-политической ситуацией и низкими инвестиционными рисками, отметил Михаил Игнатьев. Однако точек роста тоже предостаточно. В республике, не дожидаясь результатов рейтинга национального, провели свое исследование, которое показало, работу надо усилить. Мы провели опрос респондентов. У нас участвовало порядка 100 респондентов. Это из различных отраслей экономики, строительства, бизнеса, сельскохозяйства и так далее. И каждая из этих групп оценена была по пятибалльной шкале. Сегодня мне, к сожалению, приходится констатировать, потому что мы не набрали ни по одному из критериев даже 4 баллов. Один из критериев – так называемая регуляторная среда. Она включает в себя качество предоставления государственных услуг, время оказания, стоимость и удовлетворенность предпринимателей стандартными административными процедурами. К примеру, выдача разрешения на строительство. Самые тяжелые сроки получения разрешения на строительство. В среднем от 165 дней до 205. Это вот то, что мы представили вам. Это регламентные сроки, которые сегодня существуют в медведомствах. Ну, то есть, в данном случае, это в Минстрою. Напомню, что самый лучший показатель среди Российской Федерации – это 78 дней. А чтобы деньги в республику везли туристов, Чуваши, казалось бы, есть все. И самая большая река в Европе, и красивейшие места. Однако наплыва отдыхающих почему-то не наблюдается. Рекреационный потенциал у нас не развит, отметил министр культуры. Как исправить ситуацию, уже придумали. Скоро Маргаушский район станет лучше заморских курортов, обещают инвесторы. Проекты готовы, некоторые даже уже начали реализовывать. Но помощь со стороны государства не помешает. Наша компания на сегодняшний день увидела в Чувашии, в Чувашской республике, концентрацию природных ресурсов на реке Волга. Природные ресурсы, какие мы на сегодняшний день увидели? Мы увидели не застроенный правый берег Волги. На берегу и островах можно строить шикарные базы отдыха и гостиницы. Впрочем, не спешить с финансированием у государства тоже есть причины. Вопрос с поднятием уровня ГЭС до сих пор в подвешенном состоянии. И гарантий того, что средства не уплывут, пока нет. Так или иначе, идей много. Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией на туристическом рынке, шансы перенаправить поток со Средиземноморья в Поволжье тоже есть. Ольга Пыречкина, Николай Яковлев, Республика. К другим новостям. С начала года сотрудники полиции изъяли более 10 килограммов наркотических средств. Из них около 4 килограммов синтетические наркотики, так называемые спайсы. На днях была задержана еще одна группа приезжих распространителей курительных смесей. Тему продолжит Олег Ашнин. Сотрудниками Миржайонного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Республики была получена оперативная информация о том, что в Чебоксарах группа молодых людей занимается распространением курительных смесей. Злоумышленников задержали в тот момент, когда они забрали из тайника крупную партию наркотиков. В ходе проведения личного досмотра при них были изъяты наркотические средства в общей массе около 45 грамм, что является крупным размером. Данные наркотики предназначались для последующего сбыта в городе Чебоксары. В настоящее время возбуждено уголовное дело по данному факту. Все лица задержаны, арестованы. По словам оперативников, сложность раскрытия таких преступлений заключается в том, что наркотики до потребителя доходят бесконтактным способом. Подровец и покупатель связь между собой поддерживают в сети интернет. Тем самым друг друга, они не знакомы с друг другом. Сами наркотические средства, они, как правило, упаковываются в прозрачные полимерные пакетики. И, как я уже говорил, они прячут в подъездах и в общественных местах на улице, то есть возле подъезда, может быть. Между тем медики бьют тревогу. В состав курительных смесей входят химические вещества, которые могут нанести непоправимый урон здоровью. Причем даже после первой дозы, которая некоторым кажется простым баловством, могут возникнуть судороги, остановка дыхания. Уже в последующем нарушение памяти, формирование так называемого психоорганического синдрома, когда человек в трудоспособном возрасте не использует продолжать творческую жизнь. Вот эти синтетические наркотики, которые сегодня у нас распространены и которых достаточно, вот как говорится, на рынке сегодня много, они вызывают психозы шизофреногенные. Мы в жизни боимся очень шизофрении, то есть не дай Господи, только не со мной. А этого достаточно однажды покурить и станешь дурачком на всю оставшуюся жизнь. Жизнь, она одна, дается один раз. Изуродовать ее можно очень быстро. По словам специалистов, в группе риска находятся молодые люди, чаще всего предоставленные сами себе и воспитывающиеся в неблагополучных семьях. Родители, они должны четко придерживаться принципов не только накормить, напоить, одеть, а в первую очередь должны концентрировать внимание на психическом развитии ребенка. Сегодня в системе здравоохранения существуют школы здоровья, школы здоровья для родителей, психического здоровья. И вот в канун Дня психического здоровья я призываю всех родителей, у которых маленькие дети, как раз повышать свою психологическую грамоту. То есть у нас беды все от этого идут. Помочь в борьбе с этим злом может каждый. Если вам что-либо известно о лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, просим позвонить по телефону доверия МВД Республики. 24 16 55 02 или 020 сотового телефона. Крайне невнимательные сотрудника ГИБДД и плохие погодные условия привели к несчастному случаю на дороге. 48-летний житель Маргаушского района скончался от удара автомобиля дорожного инспектора. Рано утром 12 октября текущего года в Маргаушском районе на автодороге неподалеку от деревни Ландышево 36-летний инспектор ГИБДД, управляя своим автомобилем «Шкода Октавия», совершил наезд на 48-летнего жителя деревни Семеникосы этого же района, сшедшего навстречу по краю проезжей части по полосе движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. В настоящее время по данному факту Ядренский межрайонным следственным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка. По имеющейся информации, сотрудник полиции следовал к месту несения службы в город Чебоксары из села Маргауша, где проживает. Сотрудник ГИБДД на момент происшествия не был пьян, с места ДТП не скрывался. После происшествия сам позвонил в полицию. В настоящее время по факту ДТП проводятся необходимые проверочные работы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уже состоялся ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и автотехническая. По результатам всех проверок будет принято процессуальное решение. Ревматические болезни – одна из главных причин потери трудоспособности. Поэтому ранее диагностика и своевременное начало лечения наиболее важны в подходе к больным с таким диагнозом. В канун Всемирного дня борьбы с артритом Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования распахнул двери перед пациентами и их родственниками. Именно здесь осуществляется помощь при тяжелом поражении суставов. Большим подарком для пациентов с ревматоидом артритом стал мастер-класс, проведенный доктором медицинских наук профессором Натальей Владимировной Чичасовой. Ее школа здоровья никого не оставила равнодушным. Пациенты интересовались возможностями диагностики, лечения и профилактики этого тяжелого инвалидизирующего заболевания. Не может быть двух одинаковых больных. Поэтому вот это слово стандарт, оно не очень подходит вообще к лечению, вообще к медицине. Мы должны лечить больного. И тут стандарты, ну, одного через месяц начинается улучшение, другого через два месяца и так далее. Вы просто все болеете немножко по-разному. Выступали на конференции не только врачи-ревматологи, но и те, кто живет с болезнью много лет. Наталья Булгакова добилась ремиссии и организовала ассоциацию «Надежда», которая занимается реабилитацией инвалидов с травматическими заболеваниями по всей России. Такое название организации выбрано не случайно, потому что именно «Надежда» дает нам силы и помогает идти дальше. Такое отношение было, что это, ну, заболела нога, похромали немножко, потом перележали и пошли дальше. На самом деле, я везде пытаюсь сказать, как президент уже общероссийской организации, я пытаюсь везде донести до людей, что рематические заболевания далеко не безобидные заболевания. К счастью, рядом всегда есть врачи, которые не только придут на помощь, но и будут сопровождать на протяжении всего курса лечения. Дадут рекомендации по правильному образу жизни, питанию, режиму двигательной активности. Необходимый для выздоровления заряд бодрости и позитива получили участники мероприятия во время проведения викторины. Декламация шуточных стихов, разучивание комплекса лечебной физкультуры. Вдох и опускаем, выдох. И еще разочек вдох и выдохнули. Свободное дыхание. Хорошо. Стоит отметить, что в медицинском центре постоянно работает школа для пациентов с остеоартрозом. Посещать ее можно каждую четвертую субботу месяца. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. Уважающий себя строитель всегда в курсе современных стандартов качества. В последнее время набирает популярность технологии возведения домов из СИП-панелей. Простой пример. 174 миллиметра сэндвич-панели заменяют 2 метра кирпичной клади по теплоизоляционным свойствам. В чем еще преимущество таких панелей, знает наша съемочная группа. Подробнее об этом смотрите далее. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев. Компания «Сарэкострой». Преимущество. Первое. То, что она очень доступна для населения. Второе. То, что сам дом очень теплый и позволяет уже в процессе эксплуатации дома экономить деньги на отопление. Учитывая, как у нас растут цены на энергоресурсы, в среднем он окупается в течение 10-15 лет по затратам на отопление. Третье преимущество. То, что он строится довольно-таки быстро. И, соответственно, в среднем это где-то от месяца до трех месяцев. Одна из главных особенностей такого строения – в нем можно жить практически сразу после постройки. И не тратить время на выравнивание стен, заливку полов и прочие работы. Нужно лишь застеклить окна и поставить двери. Мы, во-первых, сейчас одними эмоциями живем и одним ожиданием, как можно скорее в него селиться. Практически дом построен был в течение двух месяцев. Прежде чем начать строительство такого типа дома, мы проконсультировались с людьми, которые уже живут в таких домах, и которые сказали, что очень экономично, очень тепло зимой особенно. Ну, а для нас, для пенсионеров, скажем, что экономика – это на первом месте. Стоимость этого дома, по подсчетам экспертов, на 30-40% ниже, чем дома из кирпича. И составляет примерно 10 тысяч рублей за один квадратный метр. В эту сумму входит строительство фундамента, коробки дома и крыши. В общем, клиенты получают уже готовый дом. Кстати, строить здание по канадской технологии можно круглый год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова